Дети – наше будущее. Тем, кто сейчас делает первые шаги в жизни, предстоит осваивать 21 век. Однако нестабильная обстановка в обществе требует надежной защиты юного поколения со стороны государства. Мне кажется, вот эта проблема духовной составляющей, проблема нравственности, высокого морального духа, она должна быть тоже приоритетной, не менее приоритетной, чем защита экономического положения семьи. Не секрет, что время воспитания детей на 99% ложится на родителей. Многие семейные пары отказываются от возможности иметь ребенка только потому, что его появление сегодня приводит каждую вторую семью практически к уровню бедности. На 100 женщин приходится сейчас только 126 рождений, а для полноценной замены одного поколения другим нужно 215. В Госдуме России обсуждается законопроект о репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществления. Он создается правовой основой получения медицинской и социальной помощи. Сейчас ситуацию можно охарактеризовать как кризисную. Пособие, выплачиваемое государством, не покрывает 20-й части необходимых расходов на содержание ребенка. Сокращается число медицинских и общеобразовательных учреждений. Около миллиона детей в России не могут посещать школу, а учащиеся лишь на 70% обеспечены учебниками. Число беспризорников в стране на уровне 1918 года. В рамках СНГ вообще не существует ни одного правового документа, защищающего права ребенка. Но дети, они в любых условиях остаются детьми и видят мир лучше, чем он есть на самом деле. Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка. Однако остаются невыполненными многие ее требования, затрагивающие существенные аспекты социально-правовой защиты детства. Если политика государства не изменится, то через 14 лет половину населения страны будут составлять пенсионеры.